Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Инвестиционный форум Сочи открыл новые перспективы для Анапы. Инвентаризация земельных участков и генплан города. Мэр Анапы Сергей Сергеев продолжает наводить порядок в документах и в системе. Мусорные площадки еврообразца. Порядок начинается с мелочей. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. На 12-м Сочинском международном инвестиционном форуме Анапа подписала важные соглашения. Курорт будет развиваться, увеличится и его экономический потенциал. Подписаны крупные соглашения по развитию Анапского аэропорта, по строительству жилых комплексов, строительству овощехранилища, винного шато и реконструкции санатория Мотылёк. Обо всем подробнее в нашем сюжете из Сочи. На международном инвестиционном форуме в Сочи специалисты Анапской делегации подписали ряд важных инвестиционных соглашений. Свои инвестиционные возможности город-курорт презентовал сразу на двух площадках. В общем павильоне, где расположились все муниципалитеты Кубани и в выставочном зале, где были собраны лучшие предложения Краснодарского края для инвесторов России и зарубежья. Большой интерес вызвали анапские проекты по строительству новых жилых микрорайонов с развитой инфраструктурой и социальными объектами. На это обратили внимание во время обхода павильонов вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и вице-губернатор Кубани Галина Золина. Они отметили, что очень важно, чтобы при проектировании новых микрорайонов сразу учитывалось наличие социальных объектов. Предложения Анапы, как пояснили разработчики проектов, соответствуют этим требованиям. Мэр Анапы Сергей Сергеев на форуме подписал ряд договоров и успешно провел несколько переговоров с инвесторами. Одно из самых важных соглашений, заключенных в Сочи, между администрацией Анапы и компанией Базл Аэра. В рамках соглашения Базл Аэра осуществит строительство нового аэровокзального комплекса рядом с действующим аэропортом Анапа. Ориентировочный срок реализации проекта – три года. Администрация города-курорта Анапа, согласно соглашению, будет содействовать в решении административных вопросов, в том числе в предоставлении земельного участка, подготовке документации, необходимой для реализации проекта, а также в подключении объектов строительства к объектам инженерной инфраструктуры города. Новый комплекс планируют двухэтажным. Его площадь составит 9 тысяч квадратных метров, а пропускная способность – до 700 пассажиров в час. Терминал будет обслуживать внутренние воздушные линии. Здание действующего аэропорта переоборудуется в терминал международных авиалиний. Ввод нового терминала в эксплуатацию увеличит площадь аэровокзального комплекса почти в три раза. Общая площадь нового аэропорта составит 14 тысяч квадратных метров. Пропускная способность в 2015 году увеличится до 1100 пассажиров в час. Новый аэровокзал будет соответствовать всем новым техническим требованиям. В нем будут использованы энергосберегающие технологии и экологически безопасные материалы. Комплекс оборудуют современной техникой, обеспечивающей безопасность и комфорт пассажиров, сотрудников аэропорта, экипажей воздушных судов и техники. Во время строительства нового терминала Международный аэропорт Анапа продолжит работу в обычном режиме. Строительство нового терминала – по соседству с действующим. Сегодня аэропорт пропускает в час порядка 700 человек. И при строительстве нового терминала мы только что подписали соглашение с руководителем. У нас есть новая полоса взлетная, новый перрон. И при строительстве нового терминала пропускная способность увеличится еще на порядок. И наш аэропорт приблизится к миллионникам. На форуме мэра Анапы Сергей Сергеев, вице-губернатор Николай Бутурлакин, министр курортов и туризма Евгений Куделя и инвесторы подписали ряд инвестиционных соглашений, касающихся развития Анапы. О строительстве новых санаторно-курортных учреждений и рекреационно-развлекательного центра, жилых комплексов и микрорайонов, овощехранилища, так необходимого фермерам и сельхозпредприятиям Анапы и винного шато. Как отмечает глава курорта Сергей Сергеев, Анапа в этом году представила на форуме самые реальные инвестиционные проекты и площадки, обеспеченные землей. Инвесторам предложены реальные перспективы, а также помощь в решении конкретных задач при реализации проектов. Инвестиционный потенциал Анапы бизнес оценил рублем. Из 26 проектов, представленных курортом на форуме, за три дня были подписаны соглашения по 11. Сумма инвестиций составила 5 миллиардов 721 миллион. А значит, уже в ближайшее время на курорте начнется их реализация. Что, несомненно, повысит экономический потенциал кубанского курорта и его туристическую привлекательность. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион, Сочи. Принятие генплана города, инвентаризация земельных участков сельхозназначения, благоустройство и другие задачи от мэра Анапы Сергея Сергеева на городской планерке получили чиновники. Подробнее в сюжете. За отчетный период с 9 по 30 сентября в Анапе проверили 276 иностранных граждан. 103 привлекли к административной ответственности. Четырех выходцев из Узбекистана и Таджикистана штрафовали и выдворили из России. 11 фактов нарушения законодательства зарегистрировали сотрудники миграционной службы при проверке принимающей стороны. Недобросовестные новчане предоставляли документы для регистрации иностранцев, хотя по факту гастарбайтеры по месту временной прописки не проживали. В ходе проверок этих адресов установлено 11 фактов непроживания иностранных граждан по месту регистрации. Все эти факты задокументированы, составлено 11 административных материалов на принимающую сторону по статье 19.27 – это предоставление заведомо ложных сведений при постановке иностранных граждан на миграционный учет. Сумма штрафных санкций составила 32 тысячи рублей, все они взысканы в полном объеме. Вице-мэр Светлана Яровая напомнила руководителям городских служб. На этой неделе должен быть готов проект генплана на утверждение. Также чиновники продолжат инвентаризацию земельных участков сельхозназначения. Экономические планы на неделю и долгосрочные предоставила заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. На этой рабочей неделе подведут итоги участия анапчан в накопительной ипотеке. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко на планерке отчиталась о проведенном Дне здоровья. Анапчане готовятся провести на этой неделе несколько праздников. День пожилых людей для активных и уважаемых жителей сельских округов и горожан накроют праздничные столы. В первое воскресенье октября традиционно поздравляют учителей с профессиональным праздником. И предстоящие пять рабочих дней – начало подготовки ко Дню матери. Серьезный вопрос на контроле мэра Анапы, заполняемость спортивных школ и соответствие расписания реальным занятиям. На развитие спорта в этом году направлена рекордная сумма. Кружки и секции должны работать не для галочки, а реально. У нас один ребенок ходит в три кружка, а трое не ходят никуда. И получается, четыре ребенка в три кружка посещают. 75% у нас охват. На самом деле, кого мы дурим? Трое курят в подворотах, а один успевает везде. Затронули вопрос благоустройства. Некоторые считают, что в этом году на улицах Анапы было мало цветов. И мало кто знает, мэр Анапы Сергей Сергеев вместе с обязанностями главы города принял 35 миллионов долга администрации предприятию «Зеленстрой». Мне говорят, вот маловато цветов. Дорогие друзья, а вы знаете, что я 41 миллион принял в долгу. И мы по графику реструктуризации за цветы. Сколько в месяц есть, кроме текущего? 35 миллионов. 35 миллионов, кроме того, что мы посадили. Представляете, что можно было на 35 миллионов цветами обсеять? Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков распорядился продолжить контроль санитарного состояния закрепленных улиц и территорий, утвердить места торговли хамсой и привести в порядок пляжи. Пляжное оборудование уберут до наступления нового пляжного сезона. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. И в продолжение темы. На планерном совещании мэр Анапы Сергей Сергеев напомнил руководителям городских служб. Их репутации – это результат работы или не работы? Мусорные контейнеры на площадке в дворе улицы Пролетарской сами просятся на мусорку. Разбитые, помятые – в городе стыдно такие выставлять. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал заменить старые контейнеры на новые еврообразца. Жильцы многоэтажек, видно, боятся страшных контейнеров, выбрасывают мусор рядом. Хотя уборка территорий и вывоз мусора – задача специализированных компаний. Перед службами ЖКХ и компаниями, обеспечивающими вывоз мусора, мэр Анапы Сергей Сергеев поставил задачу – заменить контейнеры и отремонтировать площадки. Времени на это отпущено. Немного скоро начнет свою работу специальная комиссия вместе со средствами массовой информации, которая проверит, как идет работа. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. 28 сентября в субботу на театральной площади работали медработники. Люди в белых халатах собрались, чтобы провести традиционное для города курорта мероприятие – День здоровья. Анапчане прошли первичные обследования, побывали на приеме специалистов и получили рекомендации. На праздники здоровья побывала и наша съемочная группа. С утра на театральной площади уже были разбиты палатки, своеобразные передвижные медицинские пункты. Врачи и фармацевты привезли с собой и установили специальное оборудование. Так что можно было измерить давление, рост, вес, получить консультацию врача, приобрести препараты и аппараты для профилактики и лечения. Я сегодня увидела что-то новенькое, потому что я все время приезжаю здесь, какие-то концерты, какие-то, ну, в общем, все. А сегодня День здоровья – это вообще прелесть. Это то, что надо нам. Предложили грудной сбор, конечно, и очень понравился. Фито-фармацевты представили сборы из лечебных трав Кубани, которые по просьбе гостей тут же заваривали, и можно было продегустировать различные чаи – грудной, сердечный, успокоительный. Семья Коноваленко приехала отдыхать в Анапу из Ставрополья и побывала в каждой палатке, почерпнув много полезной информации. Всем здоровья. Всему городу, всем здесь отдыхающим, всем людям мы пожелаем здоровья, чтобы никто не болел, чтобы все хорошо отдыхали. Погода, чтобы была хорошая. И отдыхали. Спасибо большое. Более детально обследоваться в День здоровья можно было в городской поликлинике, где влить дополнительный прием узкие специалисты, которым в будни длинные очереди, такие как кардиолог, онколог. Управление здравоохранения ежегодно проводит общегородские дни здоровья, которые жители и гости курорта с нетерпением ждут. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. Вой пожарной сирены не всегда означает ЧП, но водителям не следует расслабляться и нарушать правила дорожного движения, игнорируя сигналы служебного автотранспорта. О последствиях таких нарушений расскажет Лариса Басова. 11-й отряд Федеральной противопожарной службы совместно с ротой ДПС Анапы в качестве профилактики ежеквартально проводит операцию «Маячок», проверяя таким образом, насколько водители соблюдают важнейшие правила дорожного движения. На этот раз проверка на дорогах показала, что не все водители пропускают пожарную машину с включенным маячком и сиреной. Водитель КАМАЗа не уступил дорогу пожарной машине, чем мог надолго задержать прибытие службы спасения к месту ЧП. Не все водители соблюдают правила дорожного движения и не уступают проезд пожарным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, что негативно влияет на время прибытия пожарного автомобиля к месту пожара. Данная работа приносит определенные результаты. Мы проводили анализ. Действительно, после таких рейдов водители немножечко дисциплинируются на дорогах и результаты становятся лучше. Водителям не стоит забывать, что за нарушение этого правила дорожного движения штрафные санкции составляют от 500 рублей до лишения водительских прав сроком от 1 до 3 месяцев. А сотрудники МЧС напоминают водителям-нарушителям, что пострадавшие на пожаре могут расплатиться за задержку службы спасения к месту ЧП ценой собственной жизни. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион. Патриотические песни в исполнении инспекторов налоговых служб. В Анапе проходит всероссийский молодежный слет работников налоговых органов. Финал конкурса патриотической песни подведут Витязева. Здесь же пройдет завершающий второй этап 8-й Спартакеады налоговой службы России. Алина Гумерова продолжит. Спартакеада 2013 года проходит под флагами двух юбилей. 20-летие принятия Конституции России и 90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Соревнования пройдут по мини-футболу, бадминтону, волейболу и настольному теннису. Проведение подобных мероприятий уже стало хорошей традицией для сотрудников налоговой системы. Интерес налоговиков к спортивным состязаниям растет. Участие в соревнованиях развивает спортивный азарт, закаляет командный дух и дисциплинирует. Самое важное, на мой взгляд, что ребята сами продолжают активно заниматься физкультурно-спортивно. Большинство из них работают, не отрываясь от кресла. Во-вторых, они своим примером заставляют такой же образ жизни заниматься своим коллегам. Тот заряд бодрости, который дает физические упражнения и нас сделают более сильными, более крепкими и более трудоспособными. Поэтому это, вне всякого сомнения, положительные и правильные нужные мероприятия. В рамках реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в Федеральной налоговой службе на 2012-2015 годы пройдет межрегиональный семинар на тему созданий в налоговых органах условий для становления молодых специалистов и финал конкурса «Песня о России». Специально приглашенный член жюри конкурса, участник Евровидения 2008, победитель проекта «Народный артист» Руслана Лехно. Участники семинара обсудят работы по формированию патриотического воспитания молодых специалистов и популяризации спорта среди работников налоговых органов. В прошлом году победителем 7-й спартакиады стала команда Приморского федерального округа. В этом году, по словам тренера команды, борьба будет серьезной. В этом году команда очень серьезная, скажем, это Южно-федеральная команда, полусильная команда. Я так думаю, что мы будем в финале сражаться именно с Южно-федеральным округом, девушкой нашей волейболистой. Игра пока, еще раз повторяю, очень трудная эта игра, потому что состав действительно достойный, сильный. Старт 8-й спартакиады был дан весной в преддверии Всемирных студенческих игр в Казани. Победители и призеры спартакиады этого года определят по результатам второго этапа. Церемония награждения победителей пройдет 28 сентября. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа-Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке нашего партнера с салона-магазина подарков «Важная персона». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. Во вторник, 1 октября в Анапе будет малооблачно, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы 11-13, ночью до 10 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 14 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы Торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова